Всем привет! В моем распоряжении оказалась аудиозапись от анонимного источника, на которой слышно, как глава Верхотурского округа Василий Сизиков всячески давит, требует от межведомственной комиссии, чтобы те отменили свое решение о признании дома на улице Гагарина 1 аварийным. По сути, это склонение комиссии подать ложный отчет, ведь комиссия уже провела экспертизу, где указаны данные, говорящие о том, что тому восстановлению не подлежит. Тут важно сказать, что комиссия вроде как не поддалась на уговоры главы города. В этом видео я прокомментирую несколько моментов данной аудиозаписи и размещу под видео ссылку на полную версию. Но сначала напомню, как развивались события с данным домом. Согласно информации сайта реформы ЖКХ, дом был расселен еще в 2014 году и снесен в 2015. Но, как вы видите, на сегодняшний день дом стоит на месте, и в нем продолжают жить люди. Получается, на самом деле никого не расселили. Кстати, на это бумажное расселение было потрачено почти 9 миллионов рублей. Вот это поворот! В администрации города за это бумажное расселение оправдались таким образом. Я головой работаю полгода. Попытался сейчас документы эти все поднять, когда вот это у нас тоже выяснилось. Но вот это, ну, слово даже не могу подобрать. Ошибка вот такая, что якобы деньги выделились и дом расселен. Не было. Все уже украдено до нас. Все уже украдено до нас. Мне лично в ошибку совсем не верится, потому что информация на сайте реформы ЖКХ дважды обновлялась. Получается, что наши чиновники отправили два раза неверную информацию? Что касается потраченных денег на расселение, тут хотелось бы, чтобы прокуратура проверила информацию и публично сообщила о результатах проверки. Выделялись ли деньги, почти 9 миллионов рублей на новое жилье и были ли они освоены? Проверять нужно, разумеется, не только администрацию Верхотурья, но и сам Минстрой. Кстати, на сегодняшний день информации на сайте реформы ЖКХ по данному дому отсутствует. Все поля пустые. Теперь переходим к самой аудиозаписи. Итак, примерно 13 июня глава Верхотурского округа Василий Сесиков встречается в межведомственной комиссии. Сделайте звук погромче или оденьте наушники, потому что запись записалась не очень хорошо. Дальше за две минуты, когда выскажу о твоей позиции. Я не совсем согласен с последним решением по ГГРН-1. Значит, о чем идет речь? Значит, для того, чтобы, во-первых, действительно, здание у нас такое оно, ну и не аварийное, пусть будет светлое. Для того, чтобы его перереконструировать, необходимо около 4 миллионов, там, в чем-то. Для того, чтобы его признать аварийное и потом жители отелить, это более 10 миллионов рублей. Я понимаю, Сергей Семенович сейчас, наверное, меня поддерживает, что вложить туда деньги, ну, не целесообразно, тяжелая эта работа делать. А что делать? Зато, опять, в оправдание или обоснование свое решение, эти 4,5 миллиона денег мы можем с вами на 2 года разбить и сделать. В 2018 году вложить 2 миллиона, в 2019 году вложить 2 миллиона. И люди к концу 2019 года придут к нам и скажут спасибо, уважаемая комиссия. Жители не скажут спасибо, они сами придут к имени величину специзу, и у них там более 83% износа стоит. Но у них есть этот документ, и мы просто не будем там в суде выглядеть, когда они пишут. Но они подоступят в суд подавать, однозначно, потому что они не хотят ремонта, потому что они понимают, что дом не принадлежит ремонт. А пусть они идут. Забегая вперед, скажу, что истинная причина, по которой глава города давит на комиссию, заключается в другом. И сам Василий Сизиков чуть позже внятно и громко озвучит, почему он требует, чтобы комиссия отменила свое решение. Следующий аудиофрагмент... Вопрос в том, что в областном другом, в заглавном заключении, которое... Там есть некий ремонт функции, они имеют в виду более 60%... То есть, в себя 70% для их выручки. Леонид Ильич, деревянный дом. Деревянный дом. Вот если был бы каменный... Это смесь, по которой мы всегда говорили, что... Татьяна Неселая правильно сказала, мы его разобрали, данном построили. А мне это дешевле, чем отселить? Мне это дешевле. Вы понимаете, что такое дешевле? Это улетая конструкция. Ну что? Лариса Юрьевна нам конкретно говорила, что улетая конструкцию, они не должны разрешить на эту дешевле, потому что там 200... Это вот, по-моему, 30%. Угу. 200-200. Смотрите, с чего это реконструкция? У нас каплимутом на это будет. Представители комиссии не согласны с Сизиковым. Они считают, что дом восстановлению не подлежит и ремонтировать его нет смысла. Экспертиза показала, что несущие конструкции изношены на 60-65%. И зимой под напором снега перекрытия крыши могут просто проломиться. Дом находится на земле, он без фундамента, нижние ряды бруса сгнили. Длина дома примерно 37 метров, ширина 9. Нужно будет заливать фундамент общей длиной более 90 метров. Крышу и общие балки нужно будет тоже менять. По сути, нужно будет разобрать и собрать дом заново. Делать это будут по программе капитального ремонта в течение двух лет за 4 с лишним миллионов рублей. Все это как-то не внушает доверия. Нет. Также возникает вопрос, куда переселять жителей во время ремонтных работ, которые будут длиться в 2018 и 2019 году. Для этого есть только гостиница Тура, которая явно нуждается в ремонте. Наш отель с элегантным интерьером и домашней атмосферой идеально подойдет как для деловых людей, так и семейного отдыха. К услугам гостей 23 комфортабельных и уютных номера, среди которых стандартные номера, студии и апартаменты. Отель соответствует европейским стандартам гостеприимства, предлагая гостям просторные номера с широким спектром дополнительных услуг. Да и площадь комнат там очень маленькая, 10-12 квадратных метров. Это я к тому, что кто его знает, насколько задержится ремонт дома. У меня есть уверенность в том, что они его очень быстро разберут. А вот что будет дальше, кто его знает. А теперь предлагаю послушать настоящие причины, по которым Сизиков требует от комиссии поменять решение. Давайте вот сейчас вот те домов, которые у нас сейчас вот мы с фондом регионального разве, это фондом ремонта спорим, давайте их тоже признаем аварийными. Представляете, все можно ввести бюджет, направлять только на капремон домов. А нам с вами, Александр, всем борются. Вы понимаете, что вы сейчас с данным решением создаёте определённый прецедент, что у нас последующие дома пойдут по всей такой ситуации. А вот и истинные причины. То есть глава города боится, что остальные пойдут таким же путём, и тогда нужно будет сносить все развалюхи и приобретать новое муниципальное жильё. А на это нужны большие денежные вложения, которых в бюджете просто нет. Что тут можно сказать? Нужно было выполнять нормально свои обязанности ещё в 2010 году. Нас признали дом непригодный для жилья в 2010 году. В течение 30 дней администрация должна была принять решение об аварийности дома или о ветхости дома и решить вопрос о нашем расселении. Этого сделано не было. И не надо было обманывать людей в 2014 году, расселив дом только на бумаге. Тогда бы всё было бы спокойно. А сейчас за этой ситуацией наблюдают областные и федеральные СМИ. Появился дом-призрак с абсолютно реальными жильцами. Ситуация парадоксальная. 11 человек по документам расселены из барака в новые квартиры. Затем речь зашла за всё муниципальное жильё в Верхотурском округе. Василий Сисиков высказал своё недовольствие о том, что за наимцот жилья платят только 40% жителей и что это ненормально. И я полностью с этим согласен. Беседа за общее муниципальное жильё продолжилась. И Сисиков сказал, что сами Верхотурцы должны делать капитальный ремонт муниципального жилья, которое им не принадлежит. Что вы лежат уже. Это неважно, если бы ситуация может быть, где-то там... Только они ничего не вкладывают. А потом руками разводят и говорят, «Е-моё, вот с полярицей ничего не делают». Так вы сами-то почему не делаете? Роли потекла, люди, у нас, смешные. А сами-то почему ничего не делают, не вкладывают? А сейчас они в таких животных. Так они сами довели до такой условий. Ещё раз. Люди с Таней довели такие дома до такого состояния. Вот в большей степени. А вот здесь я в корне не согласен и сейчас объясню почему. Смотрите. Вы собственник жилья. Вы за него и отвечаете. Но в данный момент Василий Сисиков говорит, что жильцы муниципального жилья, которое им не принадлежит, должны сами устраивать капитальный ремонт. Во-первых, за муниципальное жильё отвечает администрация, а не жильцы. Во-вторых, почти всё муниципальное жильё в городе ветхое и аварийное. Причём сам Сисиков это подтвердил. Я размещу ссылку на полную запись и вы всё услышите. Так вот, в какой смысл влаживать все свои накопления в фундамент, в крышу, в коммуникационную систему, по домам и за его пределами, если дом рано или поздно пойдёт под снос или сам рухнет? Ну правда, зачем мне влаживать все свои накопления в капитальный ремонт дома, который мне не принадлежит, за который отвечает администрация и который в конечном итоге сама администрация и сравняет с землёй, потому что почти всё муниципальное жильё уже давно ветхое. Логичнее отлаживать деньги на новое жильё, а не влаживать их в капитальный ремонт дома, который давно уже сгнил. Тут важно понимать, что у людей есть право выбора. Кто-то хочет влаживать деньги в деревянный многоквартирный дом, а кто-то нет. Тем более у нас есть глава округа Василий Сизиков, который и отвечает за муниципальное жильё, зарплата которого, кстати, состоит на 100% из наших налогов. Вот тут я бы хотел закончить словами, которые произнёс сам Сизиков. Действительно, пускай каждый отвечает за свою часть работы. Власть за муниципальное жильё, жители за оплату жилья. Тем более сам Сизиков сказал, что администрация, а не жители, являются собственниками жилья. Это наше муниципальное жильё, они не являются собственниками. Вы вот немножко вот здесь переключайтесь. Мы собственники. И мы приняли решение аккрементировать дом. Я никого спрашивать не должен. Концовку видео я хотел бы посвятить небольшой критике главы Верхотурского округа Василия Сизикова и всей администрации города в целом. Мы часто обращаемся в администрацию с какими-то проблемами, и нам говорят, что денег нет. Это уважительная причина. Ну что делать, если наш бюджет на 80% дотационный? Но в то же время мы, жители Верхотурья, видим, как наши власти упускают возможность решить многие проблемы города и тратить деньги не совсем рационально. Вот буквально пару примеров. Вот, к примеру, в прошлом выпуске газеты «Новая жизнь» было написано, что у нас в городе мог появиться по специальной программе благоустроенный двор. Но не появился. Почему? Потому что местные власти не отправили вовремя документы в область. Получается, что наш глава Василий Сизиков, имея огромные доходы со своей должности, и четырех заместителей не в состоянии проконтролировать отправку документов в область. Следующий пример. В прошлом году область нам собиралась выделить почти 41 миллион рублей на строительство асфальтированной дороги на улице Мелиораторов и Пролетарской. Работу нужно было осуществить в нужный срок. На сегодняшний день вместо двух асфальтированных дорог мы получили только одну засыпанную щебенкой. И при этом администрация еще должна через суд почти 14 миллионов подрядчику. Также нужно сказать, что мы, похоже, и сам контракт на почти 41 миллион профукали, так как не уложились в нужные сроки. А все потому, что сначала наши власти приняли работу, типа «все класс», «нам нравится», «очень качественно сделано», «спасибо». А потом взяли и расторгнули контракт с подрядчиком, потому что им не понравилось качество выполненных работ, типа «все очень плохо сделано», «нам не нравится». И все это привело к судебным чашбам. А теперь найдите в этих действиях логику. Так, это что такое, а? А?